Нам важна ваша поддержка. Вы можете помочь нашему каналу и команде гражданской обороны и антизомби по этой ссылке на наш патреон. Мы обязаны сохранить то важное дело, над которым трудимся все эти годы. И будем очень благодарны вам за доверие и поддержку. Санкции нам не страшны, орали они. И когда вы грозите России очередными санкциями, в задницу себе их засуньте. Трубочкой сверните. Мне наплевать на эти санкции и на весь этот Запад наплевать. Пусть они сдохнут. Завидуют нам. Зависть? Мое мнение, да. За страну не могу ответить, а мне без разницы. Мир слишком большой, чтобы Европа и Америка могли изолировать какую-то страну, тем более такую большую, как Россия. Импортозамещение наше все. Обещали они. Ну, положим, без лифчиков дороже тысячи долларов мы переживем. Я даже не знала, что лифчики бывают дороже тысячи долларов. Да и хорошо. Беспокоиться, мне кажется, нет повода, потому что наша страна вполне себе может обеспечить эту продукцию. Мы будем продолжать импортозамещение по всем направлениям. Но в стране убийцы все случилось, как обычно, и, естественно, что-то пошло не так. Пока за поребриком надувают щеки и громко обещают, что в скором времени обойдутся без западных товаров, в реальности российский рынок все чаще остро нуждается в них. И вот тут-то и возникла проблемка. Калининградские дальнобойщики одними из первых стали заложниками той ситуации, которая сложилась после 24 февраля. Заказов в соседних странах Европы стало на порядок меньше. Кроме того, возникли проблемы и с платежами, и с зарплатой. На водителей их фуры стали нападать в Европе и портить их груз. Это в российских сериалах ранних нулевых жизнь дальнобойщиков увлекательна и полна приключений. В реальности же, они, находясь в Европе, первыми на себе ощутили, как мир относится к оккупантам. Простые русские и белорусские мужики, естественно, разводили руками и делали вид, что это они жертвы. И вот совсем ни при чем к агрессивной политике их диктаторских режимов. Это от меня зависит, что там война, я и правлю или что, голосовал за войну эту или что. Вы виноваты, что вы их не свергли. При чем тут вы вообще? Я ж не виноват, я ж там не стреляю у них. Я что? Я простой работяга. Указывали на их место дальнобойщикам не только на границах, а и внутри Европы. В Италии случилась такая ситуация. Уже темно, когда было, обходил машину, было все хорошо. А утром увидел, что закрашен номер черной краской и буква «З» на воротах нарисована латиницей. Ну я езжу, все факты тычут. Обгоняют, подрезают. В Гамбурге разбили фары, в Польше были драки и приставали. В лобовые стекла кидали камни с моста в Литве на ходу. Но, как бы ни страдали в кавычках российские дальнобойщики, возвращаться из злой и жестокой Европы к себе на родину они не спешили. Ведь очевидно, что таких денег в Зомбиленде не заработать. Однако окончательную точку в их судьбе поставил Евросоюз со своим пятым пакетом санкций. Мы предложим запрет на деятельность российских и белорусских автотранспортных компаний. Этот запрет резко ограничит возможности российской промышленности по получению ключевых товаров. Для нормальных и цивилизованных людей такие ограничения против государства-террориста очевидны и необходимы. Но вот для российских дальнобойщиков, которые вне политики, новые санкции стали одновременно и шоком, и прозрением. Виноват Лукашенко, виноват Путин, виноват Евросоюз, все виноваты. В моей семье, нечем заплатить за квартиру, нечем купить продукты, потому что они меряются. Я пошел, документы дозвол оформлять, мне говорят, подождите, буквально минуты две-три стоял, приносит обратно. Все, вы больше в Эстонию не заезжаетесь. Какое удивительное открытие. А вы-то думали, что ваши солдаты будут безнаказанно убивать украинцев в центре Европы? И за это не будет последствий? Но внезапно они оказались весьма серьезными. Это означает, что вообще весь импорт, даже тот, который разрешен для ввоза в Российскую Федерацию, его просто не будет. Это такой удушающий пакет, который будет действовать очень долго и очень полезно. А это означает, что как бы ни надували щеки пропагандисты на Киселев ТВ, в Россию возвращается любимое слово эпохи совка. Дефицит. Товар будет исчезать, как это происходило в советские времена, когда на полочках выставляли баночки. При этом магазины будут схлопываться. То есть все будет, перейдет в состояние чипков, либо открытых рынков, как это было ранее. Но даже не сомневайтесь, для холопов найдется объяснение и этому. И, конечно же, по официальной версии виноват будет не Путлер и его кровавый режим, а мерзопакостный Запад, который спит и видит, как бы разрушить миролюбивую и святую, в кавычках, Россию-матушку. Будет официальная пропаганда, что проклятый Байден забирает пенсию у наших пенсионеров, и надо сплотиться вокруг гаранта. В общем, российским дальнобойщикам остается лишь пересматривать любимый россиянами сериал и надеяться, что они смогут хотя бы бороздить просторы своей, пока еще необъятной родины. Но, как говорится, недальнобойщиками едиными. Санкции Евросоюза и США отправили вслед за русским военным кораблем и грузовые суда РФ. Русский корабль, иди нахуй! Окупант ты, бля! По скромным подсчетам Еврокомиссии, по всем известному адресу отправились 2873 торговых корабля под российским флагом. Вы можете использовать... Весла! Пошли вы нахуй! Слава героям! Слава Украине! Путин ху**л! Правда, российским судам не помогут ни весла, ни смена флага. Решение Евросоюза также запрещает заход в свои порты кораблям, которые изменили регистрацию и поменяли Аквафреш на флаг другого государства после 24 февраля этого года. Но, конечно же, РФ сделала вид, будто ничего страшного не произошло. А ручные экономисты Кремля поспешили заверить, что новые санкции — это выстрел в ногу самой Европе, а не великой и могучей. Российская финансовая система не схлопнулась, российская экономика, в общем-то, спокойно перенесла этот санкционный удар, а в Европейском Союзе уже начались проблемы. Но действительно ли для России все так радужно? Думаем, вы уже догадались, что отнюдь нет. Ведь именно морем Россия доставляет почти треть своего экспорта. Поэтому теоретически из-за закрытых портов стран Европы она может потерять около 250 миллиардов долларов. Загрузка наших главных ворот в Европу, порта в Питере, снизилась на 70%. С другой стороны, не на 100, то есть какие-то контейнерные линии все же заходят. И это отчасти правда. Санкции против российских торговых судов пока что не коснулись таких товаров, как энергоносители, продукты питания и фармацевтические препараты. Но и тут не все гладко. Не дожидаясь официальных ограничений, многие европейские компании, занимающиеся контейнерными перевозками, уже прекратили доставлять грузы в РФ. Более того, очень сильно выросло количество судов, которые отключают трекер, который отслеживает их передвижение, когда находятся в российских водах. То есть они не хотят афишировать, что они сюда заходят. И это абсолютно логично. Во-первых, сотрудничество со страной убийцы сейчас более чем токсично. И европейские компании не хотят пятнать свою репутацию. А во-вторых, они элементарно боятся, что Россия просто-напросто украдет чужое имущество. Цель, которая в голову приходит, а может просто не платить. Ведь именно так Россия поступила с самолетами, находящимися в лизинге. Россия отказывается возвращать западным лизингодателям более 500 самолетов общей стоимостью 20 миллиардов долларов. Присвоенный страной-агрессором авиатранспорт не сможет летать за пределами России, иначе он будет арестован. Путин фактически легализовал воровство. Легализовал воровство самолетов, когда просто взятые в лизинг самолеты перерегистрируются в России и считаются уже российскими самолетами, несмотря на то, что они принадлежат иностранным компаниям. А что, так можно было, спросите вы? В королевстве кривых зеркал под названием Россия чем безумнее идея, тем она похвальнее. Да что там, ведь сами российские власти не стесняются признаваться в воровстве. Не говорит ли это о том, что в течение какого-то времени, через 2-3 года, мы не сможем эти борта обслуживать на территории западных стран, там же, где они обслуживаются? Они не будут обслужены на Западе, их даже не выпустят, всего того, что мы забрали чужую собственность. И вот, отжав в прямом смысле слова чужие самолеты, в РФ задумались, а почему бы это не провернуть и с чужими судами и контейнерами? Мы уже с аналитиками разные версии прокручивали, вплоть до, не пиратов, конечно, а таких морских волков, которым ни страховки, ни запреты, ни указ. Под угрозой так называемых морских волков оказался судоходный гигант, датская компания «Майерск». Одной из первых она заявила, что прекращает сотрудничество с российскими портами. Но на территории самой России у нее осталось, вдумайтесь, 50 тысяч контейнеров. Когда будет произведен цап-царап этих контейнеров, на какое-то время нам их хватит заполнить какую-то брешь, но в целом это приведет к еще худшим условиям, потому что, опять-таки, никому гоп-стоп, изъятие такой бандитским способом, ну, не просто не нравится, никто спокойно это не спустит на тормозах. Но вот незадача. Хоть национализация, хоть арест, хоть воровство, называйте как хотите, ситуацию не спасут. Ведь стоит контейнерам покинуть территорию России, как компания «Майерск», тотчас же заберет их обратно. Уже ни для кого не секрет, что Россия — страна жуликов и подлецов. И, конечно же, она пытается обойти санкции и худо-бедно наладить логистику. И если с автомобильными грузоперевозками схитрить сложнее, то, что касается морских, вероятно, РФ попытается использовать порты еще не закрытых для нее стран. Вот только во всем мире морские перевозки считаются самым дешевым способом доставки. Но для страны-террориста они влетят в копеечку. Все это теперь может доплывать до Владивостока, а там контейнеры перегружают на рельсы и через всю страну по железной дороге, у которой есть, к слову, ответвление в тот же Питер. И вот еще одна железнодорожная торговая ветка — север, юг, до Каспия. Но вы только представьте, сколько времени потребуется на доставку. А главное — на сколько вырастет цена. Я решила купить сок. Сок обычно стоил около 60 рублей. Когда я пришла на кассу, он стоил 300. На банальную картошку даже, которая раньше стоила 40 рублей, сейчас 170. А ведь контейнерами в РФ доставляют товары массового потребления. Автокомплектующие, бытовую технику, спортивные товары, корма для животных, а главное — продукты пищевой и химической промышленности. Сейчас вот у меня ничего нету в пакете, это стоит 600 рублей. У меня тут приправы, хлеб, роллтон и кефир со спонжиками. Просто Россия падает ниже и ниже. В общем, все то, чем пользуется основная масса населения. И только послушайте, как цинично пропагандисты описывают надвигающуюся катастрофу. В общем, иностранные товары станут для нас действительно долгожданными, а из-за стоимости еще и особо ценными. Что ж, бережнее будем относиться? Да нет. Это означает, что элементарные блага и товары первой необходимости превратятся в роскошь, которую не сможет позволить себе большинство россиян. В первую очередь мы будем лишаться, конечно, группы так называемой фреш. То есть фреш — это все, что касается овощей, фруктов, картофеля и ежесни. Поэтому помимо того, что он будет хуже, он будет еще дороже. То есть там выбора картошки или выбора лука его не будет. То есть будет, скорее всего, одно-двуное номинование. Ничего не напоминает? Просто-таки привет из голодного и нищего совка. И вот тут-то импортозамещению будет где разгуляться. Вместо качественных продуктов на полках в магазинах РФ уже были замечены весьма странные товары. Например, говяжья тушенка, в составе которой вода, свиная шкура и говяжий жир. Ну а тем, кто побогаче и посолиднее, придется еще погоняться за совсем недавно привычными, а ныне диковинными дефицитными товарами. В наш лексикон теперь вернутся какие-то слова из советского прошлого. Вот достать молодежь, она не помнит, что такое достать. Достать это достать какой-то недоступный товар. А достать это даже если у вас есть деньги. Это не так просто купить. Нужно найти, где купить. Да, друзья, может кто-то забыл, но в советское время хорошим другом был продавец в магазине, потому что под прилавочком всегда были нужные актуальные товары, которые вот так вот напрямую купить было нельзя. А из-за пиратства и воровства чужого имущества руководством страны-террориста, россияне могут и не мечтать, что после победы Украины, Европы и США мгновенно снимут с РФ санкции. Ну пройдет еще 5-7 лет, прежде чем западный мир согласится с тем, что в России права собственности соблюдаются. Ну потому что разрушить, ломать не строить, да, и разрушить репутацию, ну это очень быстро, ну что называется, Путин писал писульку, и все, и понеслась. Так что как бы не бесновались и не ерепенились пропагандисты на Киселев ТВ, мы сейчас будем перемалывать и военную машину НАТО, и, извините, так получится граждан тех стран, которые являются гражданами стран НАТО. Тотальная изоляция России все ближе, и судьба страны-изгоя не просто маячит на горизонте, а считай уже на пороге, и громко стучит в двери. Больше 8 лет они всеми силами разжигали ненависть. О чем вообще с вами говорить? Разнесем Киев ядерными ракетами. Делали все, чтобы российскую армию в Украине встречали цветами. Украинцы ждут, они в самом деле надеются, что мы их в конечном итоге освободим. Мы обязаны быть там! Но их план не сработал, ведь даже в городах юга и востока Украины Россия проиграла информационную войну. Фашисты! Фашисты! Вот вам суки, а не Украина! Чтобы сражаться за умы и дальше, командам гражданской обороны и антизомби нужна ваша поддержка. Вы можете помочь нам на нашем ютуб-канале, а также на патреоне. Мы искренне благодарны каждому, кто поддерживает команды гражданской обороны и антизомби в противостоянии кремлевской пропаганде. Список спонсоров и патронов этой недели вы видите на экране. Вместе мы сила, друзья! Все будет Украина! Украина! Редактор субтитров Т.Горелова Корректор А.Кунаера Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...